Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Общая ситуация в Западной Армении. ООН обеспокоен напряженностью в Арцахе и приветствует усилия по деэскалации. Армянские пленники в Азербайджане продолжают оставаться в нечеловеческих условиях. Азербайджанские войска остаются на прежних базах в Караглухе. Познакомимся с Западной Арменией, провинцией Арабкир. Несравненная работа армянского серебряника из Вана Гамлетов Сепян. Армянское книжное искусство в Киликии. К 135-летию армянского коньячного производства Ереванский коньячный завод перезапускает легендарный купаж Арарат Отборный. Национальный совет Западной Армении и председатель Национального совета Армянак Абрамям приглашают вас принять участие в очередной онлайн-встрече в Zoom на французском языке. Тема встречи – памяти жертв геноцида армян по случаю 107-й годовщины геноцида. С 1894 по 1923 года три турецкие правительства совершили геноцид против коренного армянского населения, проживающего в Западной Армении на территории Западной Армении. Западная Армения была признана союзными державами независимым государством в 1920 году. Встреча состоится 7 апреля 2022 года по армянскому времени в 21.30. Для участия вы можете просто перейти по ссылке на нашем официальном сайте. Сообщения о напряженности в Арцахе вызывают озабоченность. Об этом сообщил официальный председатель Генсека ООН Степан Дюжарик. «Мы обеспокоены информацией о напряженности в Арцахе и приветствуем усилия с обпредседателя Минской группы ОБСЕ по деэскалации в трехстороннем порядке», слова председателя ООН цитирует ТАСС. Британская организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором также говорится о незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. В сообщении говорится, что еще в сентябре Совет Европы в своем отчете выразил озабоченность по поводу того, что десятки заключенных находятся в нечеловеческих условиях. Согласно отчету, точное количество пленных в Азербайджане на конец года неизвестно. Десятки заключенных продолжают оставаться в нечеловеческих условиях, подвергаясь несправедливым судам. Судьба около 30 армянских пленных остается неизвестной на фоне обвинения в их насильственном исчезновении и возможном убийстве, говорится в сообщении. В ночь с 29 на 30 марта до 10.00 на Арцахском фронте существенных нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Оперативно-тактическая обстановка не изменилась, об этом сообщили в информационном штабе Арцаха. Азербайджанские войска остаются на прежних базах в Караглухе. Власти Республики Арцах совместно с командованием российского миротворческого контингента продолжают работу, направленную на возвращение азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции и стабилизацию военно-политической обстановки. Западная Армения осуждает агрессию против ее суверенной территории и напоминает Азербайджану о соблюдении международного права. Азербайджан является государством, которому при подписании Северского договора было сообщено, что любая агрессия против Западной Армении и ее население ставят под вопрос его легитимность как государство. В XVII веке провинция Арабкир Западная Армения входила в состав Себастья, затем Малатия, а затем Харпут со столицей Арабкир. В конце XIX века он был разделен на четыре подрайона и имел 84 деревни. Вахшен, Джак, Хаскин, Эхнек, Рани, Анжри, Ванг и ряд других сел были заселены только армянами. До геноцида 1915 года численность армян в провинции Арабкир составляла 33 тысячи человек. В начале XX века в провинции было 18 школ и 19 церквей. Армяне Арабкира были смелыми людьми. В 1915 году они также подверглись массовым депортациям и резне. Об этом на своей странице в Facebook написал коллекционер уникальных произведений армянского прикладного искусства Гамлетов Сепян. «Я нашел несравненную работу армянского серебряника из Вана конца XIX века. Самые роскошные из поясов в моей коллекции. На поясе изображены мать Армения, кафедральный собор Ачмиоттина, а также знаменитые церкви Воспуракам, Варгаванг, Нарекаванг, Святой Григор и Кармравор. На застежке мастер оставил также надпись Ван, написанная османскими буквами и по-армянски МП. Армянское Киликийское царство существовало в Западной Армении с XI века до 1375 года. В 1151 году сюда был перенесен армянский католикосад. Во времена правления католикосов Нарсеса Шнурали и Григора Тагавх в Хромкле развивалось книжное искусство и живопись. В Киликии в XII веке иллюстрировали не только Евангелию, но и другие книги. Известная книга трагедии Григора Нарекаце, а также Евангелия Сквера, которая сохранилась во Львовской патриархии. Считается, что это царская Евангелия, на котором клялся король Львов II Великий. Среди киликийских рукописей Чашотс Хятума II, Евангелия Матенадарана и Евангелия восьми художников-миниатюристов с их высоким эстетическим уровнем. Они считаются шедеврами средневековой армянской литературы. Созданный в 1902 году легендарный купаж Арарат Отборный – первый армянский коньяк, ставший одним из шедевров коньячного производства. В юбилейный год, в канун 135-летия производства армянских коньяков и в канун 120-летия первоармянского коньяка, коньячный завод Еревана представляет возрождение коллекционной версии легендарного коньяка. Автором этого исторического купажа является Макартыч Мусинянц, выпускник одной из самых престижных винных школ Франции. Возрождение коньяка Отборный в первую очередь свидетельствует об историческом наследии Ереванского коньячного завода. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!